О масштабе огненной драмы, говорят эти самые первые видеокадры, они сделаны всего лишь через полчаса после того, как огненный смерч, уничтожив все на своем пути, прошел через село Черемушки Прибайкальского района. Огонь приобрел страшную силу из-за ураганного ветра. Дома и постройки он превращал в пепел за считанные минуты. В это же время из Улан-Удэ, отложив дела, срочно на место ЧП приехал исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Циденов. Если там прописано, единственное, мы все потеряли, там до 100 тысяч на каждого, мы дальше посмотрели, если единственное живет, мы смотрим по восстановлению, нужно списки. Маневри на живет? Да. Я с Мисом Пушковым часть договорил, мы сейчас формируем списки следовших в целом подъеме, потому что не только мы горим, в Красноярске очень сильно горят, по многим следам, поэтому нам надо оперативно. Владимир Пушков, министр по делам МЧС России, сразу же из аэропорта Байкал в Улан-Удэ вылетел при Байкале и посетил село Черемушки. Это поселение могло сгореть еще в августе 2015 года. Тогда его удалось отстоять лишь при помощи авиации. Через два года, в 2017-м, половину этого же поселения уничтожил вал огня, переброшенный ураганным ветром. Уже установлен виновник возгорания, местный житель, который развел костер на берегу озера Катакель. Всем пострадавшим обещана помощь, в том числе из федерального бюджета. До 30 сентября мы планируем все вопросы по жилью решить, а все материальные выплаты осуществим буквально оперативно в течение ближайших нескольких. По 10 тысяч рублей каждому члену семьи и по 100 тысяч рублей за дом, если он был единственным жильем. Такова первоначальная помощь. Прием документов мы уже сейчас начали проводить. Для того, чтобы здесь толкучку не создавать, мы просто по очереди людей подвозим на своей служебной машине, документы оформляем. Это интервью было записано сразу же по окончании визита министра МЧС и исполняющего обязанности главы Бурятии Алексея Циденова. Оксана Тришкина еще не знает, что следственным комитетом на нее уже возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности. Так это или нет, установит расследование. Сейчас помощь погорельцам оказывают и откликнувшиеся первыми волонтеры подлиморья. Готовы оказать всякую помощь, хоть от бытовых каких-то приборов до посевочного материала, картошку, саженцы, продукты питания. Мы приехали и уточнили, что необходимо. Одним из первых на пожар приехал Иван Истомин. Он лично сумел отстоять два жилых дома до самого утра. Он подвозил воду для пожарных автомобилей. Горела только трава. Моментально налетел ветер, схватило первое здание. Пока я слился, пока заехал за второй водой, минут 20-30. Сразу тушить начали? Сразу тушить начали. У меня как бы уже вода была с собой. Ехал, воду вез. И начали заливать. Следом потом пожарная машина пришла. Помощь поступает отовсюду. Из Улан-Удэ едут волонтеры. Федеральные и республиканские ведомства изыскивают финансовые средства. Пожар, едва не уничтоживший село, высветил множество проблем. Так называемый разбор полетов еще впереди. Главное, что удалось избежать человеческих жертв. И что власти немедленно протянули руку помощи погорельцам. Намсарай Намсараев, Сергей Костенко. Новости дня. Прибайкальский район. Субтитры создавал DimaTorzok